Вот тут наш слушатель спрашивал, можно ли каким-то образом вообще уничтожить ИГИЛ? Ну, это идея. Нужно понимать, что ИГИЛ это идея. Это идея создания исламского государства. Если человек полагает, что это перебить энное количество людей, причем не важно сколько их, 5 тысяч, 100 тысяч, не суть важна, то это не так. Это идеология, потом нужно же понимать, что ИГИЛ это... Есть три ИГИЛа. Есть такая вирусная идеология, которая абсолютно сетевая, и где ты их будешь перебивать? Вы уже начали говорить о том, какие есть виды ИГИЛ, и как с ними разнообразно борются. Вы упомянули акцию ВАФСИН, которая вот попала в новости, что там будут как-то... Грозятся, грозятся и истреблять радикальные исламские джематы в тюрьмах. Они там есть, мы так предполагаем. Ну, они не просто там есть, я могу сказать, что это правда, они там есть, я не буду говорить радикальные или не радикальные, но исламские джематы в силу определенной репрессивной политики государства в целом, которая нафаршировывает таким инакомыслящими мусульманами, оппозиционно настроенными мусульманами зоны, вот пенитенциарную систему, там фактически это сложилось уже в масть. То есть это уже не просто... Исповедующий нетрадиционный ислам. Нетрадиционный ислам, если как бы перевести с русского на русский, это ислам, не проявляющий такой щенячьей лояльности к государству. Все. Никаких других смыслов в нетрадиционном исламе нет. Если ты это проявляешь, значит ты вполне традиционный, какие бы там нюансы в твоих верованиях не присутствовали. То есть понятно, что туда попадают не самые лояльные. То есть, ну, исходя из этого, вот с ними решили бороться. А как это можно делать? Вот по-настоящему? Если действительно такие ячейки... Вы знаете... Вы же сами говорите, идея. Вы знаете, я такую щепотку конспирологии в нашу беседу добавлю. Вот сейчас кто-то говорит про грипп, который наслала Америка. Да ладно, про комаров там нас... Или про комаров. Говорили. Кто-то говорит о угрозе несистемной оппозиции. Кто-то говорит о нетрадиционном... И это все на фоне кризиса. На фоне того, когда вот сейчас начнут, не дай бог, секвестировать финансирование с бюджетами, проблемы и так далее. Каждый надувает щеки, каждый демонстрирует свою надобность, свою нужность, особую ответственность своего поста, угрозу, которой он противостоит в этот момент. Как отфильтровать настоящие угрозы и те, которые под финансирование? Ну, ведь на самом деле все угрозы настоящие, и те, которые под финансирование тоже там, да. То есть, ну, каждый же хочет, чтобы... Вы знаете, я вам так вот скажу. Вот завтра в городе Нальчике, у нас в столице Кабархин-Балкарии, будет объявлен приговор Верховного Суда мятежникам 2005 года. То есть, тому мятежу. Вот 11 лет весь процесс лился. Вот завтра он должен закончиться. Я очень много копался и в предыстории всего этого дела, и в то, как это было во время мятежа, и то, что было после. И я глубоко убежден, что главный интересант в этих событиях был тогдашний глава милиции Кабархин-Балкарской, Хачим Шагенов, которому страшно нужен был вот процесс здесь, с которым нужно бороться, с которым нужно как бы решать вопросы. Это бюджеты, ставки, кадры там, да. Это вообще много чего хорошего, полезного для ведомства, которому нужно благодействовать. Каждый начальник как бы поднимает свое ведомство. Тем временем Шамиль Басаев, который хотел того же и называл Кабархин-Балкарию спящей красавицей, она-то спит, не участвует ни в чем, тоже действовал как бы со своей стороны. И в конечном итоге они добились на пару, значит, этого результата к 2005 году. В принципе, мы же сами порождаем радикализм. Радикализм это ответная реакция, это реакция на давление. Понятное дело, что есть как бы такие природные, естественные радикалы. Ну, я прошу прощения, те, я не знаю, радикалы или как вы их еще назовете, люди, которые периодически уже достаточно давно вбрасывают в мировое пространство видео там отрезанных голов или разрушенных памятников и угроз и так далее, это вырастила реакция мировая или они все-таки, что называется, самобытные? И мировая в том числе. То есть, когда, например, начались российские бомбардировки в Сирии? Ну, давайте вспомним, что до того, как... После этого усугубилась ситуация? Что до того, как вообще этот процесс пошел, до того, как в той же Сирии, что в той же Сирии папа нынешнего президента, который не был таким уж миролюбивым, мягким и образованным человеком с достаточно либеральными взглядами, как нынешний Башарасад, он достаточно жестоко подавлял всякое политическое проявление сунитского ислама. Так что реакцию-то понять можно. Реакцию понять можно. Давайте вспомним, что при Саддаме Хусейне, до Саддама Хусейна, параллельно, как бы такую вот массовую... Ну, бывало, что отрежут голову кому-то, да, случалось. Ну, такой вот массовой резни не было. Это определенный процесс к этому привел. В нем же участвовала не только Россия. Ну, понятно. Нет, я просто имею в виду, что вот каждый шанс... Ну, Россия на своем фронте, на своем отрезке очень многое сделала для того, чтобы мир радикализировался. Да, потому что, в общем-то, наши мусульмане, которые были достаточно мягкие и пушистые долгое время, там, да, они, в общем-то, стали совсем другими. Правильно? Да, конечно. Вы вспомните, как выглядел вот такой вот политический ислам 90-х годов. Да это были просто такие плюшевые ребята. Сейчас это очень жесткое пространство. Скажите, но ведь за все годы, в том числе и пребывание Владимира Путина у власти в той или иной форме, периодически происходили теракты у нас в стране. Еще раз повторяю, теракт это не нечто такое самостоятельное. Да. Это метод борьбы. Значит, этот процесс шел все равно. Ну, если вы возьмете Басаева, автора очень больших, масштабных и страшных терактов, и современного северокавказского боевика, на счету которого, там, ну, какой-нибудь убитый милиционер, там, или гадалка, и попробуйте сравнить под микроскопом, лично общаясь, вы обнаружите, что Басаев-то гуманист по сравнению с нынешним. Почему? О менталитету, он советский человек, у него советская ментальность. Он подмигивая, там, говорил, а что думаешь, я там всегда был таким. Я тоже когда-то сидел у костра и пел, мой адрес не дома, не улица, мой адрес Советский Союз. Это московский студент, в конце концов, московский бандит, в конце концов. То есть, это абсолютно такая вот гуманная ткань, такая очень понятная и местами даже очень приятная, человеческая. И если вы сравните его с нынешним, то вы поразитесь, во что, как бы, вот это превратилось. Это религиозный фанатизм или что-то еще? Ну, сам-то фанатизм, это же ответная реакция, там, на, то есть, фанатизм, это когда ты вовне выплескиваешь, там, какие-то свои чувства, которые, в принципе, там, достаточно внутренние должны быть. Получается так, что внутри российская политика касаемо ислама пошла не по тому пути. Если были пушистые, как вы говорите, когда-то давно, а сейчас они совсем не такие, значит, мы что-то делали не так. Я имею в виду руководство страны. Ну, и руководство все делали не так. А есть какой-то, какая-то точка, где это происходило, почему это происходило, как это произошло? Да нет, это на самом деле процесс. Ну, что, по глупости, по ошибке, по недомыслию? Ну, по глупости, по ошибке, понимаете, вот, на самом деле, вот, что интересно. Есть государственные интересы, есть интересы обычных людей, есть ведомственные интересы. И, конечно, интерес, вот, интерес там простого человека, чтобы все было хорошо, да, чтобы все было правильно, там, да, чтобы никаких проблем не возникало, чтобы у него много чего было, там, да, и ему за это ничего не было. Значит, ведомственные интересы, это, мы о них только что говорили, и они могут противоречить. Одним словом, много противоречий возникло.